Айша, привет! Привет, Паш, привет! Да, рад тебя видеть. Взаимно. Сегодня такой солнечный день, наконец-то лето настало. Да, да. Как ты? Расскажи, как ты съездил в Питер? Всё хорошо, в Питере вообще огоньские. Единственное, конечно, для меня Питер это в том числе какие-то кафе, заведения и так далее. И это всё закрыто сейчас там, да. Ты как-то спонтанно, что ли, сорвался, да? Ну, не то, чтобы мы где-то за недельку начали планировать. Плюс у меня друзья в Питере, как раз, которые с Сан-Франциском познакомились. И давно хотел к ним съездить. Понятно. В общем, поэтому наш эфир перенёсся. Да, да, да. Слушай, давай познакомимся вкратце с нашими зрителями. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе, чем ты занимаешься. Я коротко представил тебя, но интересно будет услышать писать. Да. Давай, да. Ну, как бы, не знаю, насколько коротко получится, но более-менее постараюсь. Вот. Мы, собственно, да, вот сегодня, как Паша сказала, что, и как мы озвучивали тему этой трансляции, поговорим о создании целостного пользовательского опыта, о, скажем так, для высокой степени дифференциации, капитализации компаний, таких создания аутстендинг брендов, вот, который будет вообще на шаг впереди планеты всей. А мы, собственно, как бы являемся этими самыми, там, страстными пропагандистами этого целостного пользовательского опыта, собственно, его создателями посредством дизайна и методологии. Вот. Поэтому, да, коротко расскажу о нас и вообще, что сегодня, в общем, будет. Мы Arena Slab, кросс-дисциплинарная команда, которая уже более 10 лет, собственно, скажем так, превращает ваши яркие предпринимательские идеи в востребованные услуги и сервисы. Мы, как бы, добиваемся лучших, там, бизнес-результатов, там, используя, как бы, дизайн-методологии, дизайн, то есть, делаем, как правило, комплексные проекты от эскиза до масштаба, от идеи до реализации. Что еще можно здесь отметить? Конечно, мы базово всегда, создавая вот эти высококонкурентные бренды, ориентируемся на то, что дизайн всегда должен работать для человека, и он создается для человека. вот, безусловно, здесь, если дизайн не работает для всех сторон, которые с ним имеют дело, то он, в принципе, не достигает своей цели. Что еще здесь важно сказать, что мы, в принципе, то есть, начинаем, как правило, если вот говорить о треке проекта, да, неком таком, начинаем всегда со стратегической части, то есть, как правило, включает исследование, построение пирамиды бренда, конкурентное позиционирование, обязательно путь пользователя, кастомер Джонни мы рисуем, да, и создаем этот самый, как сказать, то есть, выстраиваем все точки касания с пользователем, да, и закрываем их такими атрибутами и такими, скажем так, материалами, которые будут наилучшим образом работать, то есть, это, как правило, охватывает и онлайн, и офлайн, то есть, и используются лучшие практики, то есть, если это, например, там, диджитал, там свои там правила построения интерфейса, если это печатная продукция, тут свои законы, если это дизайн пространства, тут, как бы, тоже свои законы, вот, дальше мы, как бы, берем, переходим к графической части и, собственно, создаем такую целостность графический язык, который, в общем-то, на эти атрибуты и скалируем, масштабируем, который мы вот на предыдущем пути проработали, вот, далее мы идем на производство, то есть, уже с конкретной, получаем макеты, там, сайты и какие-то, какой-то инструментарий, набор инструментов, вот, и завершаем, как правило, все это обучением, обучением команды клиента, как этим пользоваться, как с этим работать, как это правильно масштабировать, вот, на этом таком комплексном пути мы уже там много с кем поработали, вот, это и крупные там транснациональные компании, такие как Филипп Моррис, Кэмпер, Фольксфаген, Тойота Моторс, Арифлейм и наши федеральные бренды, такие как Capital Group, S7, Миксит, и, конечно, создали вот, множество, скажем, как наша ядерная аудитория, это наши, это вот разные стартапы, создали множество классных стартапов, которые очень хорошо себя чувствуют на рынке, развиваются, растут, и это, наверное, знаешь, наш такой эмоциональный, скажем, профит, вот как мы с тобой говорили про нетворкинг, да, про вот наше нетворкинг-сообщество, которым ты занимаешься, которым ты ведешь активно, что это для тебя все-таки не совсем прям работа такая тяжелая, а для тебя это какой-то эмоциональный фидбэк, и для нас вот этот эмоциональный фидбэк, это, конечно, безусловно, вот развитие тех компаний, с которыми мы работаем, и когда мы видим, например, что там тысячи разных пользователей пишут отзывы и рассказывают о продукте или услуге, там, как-то ее описывают, описывают свои ощущения, и мы видим, что они описывают ее теми словами и теми смыслами, что мы закладывали туда и вербально, и визуально, и это вообще просто, вообще кайф, то есть действительно, это прям вот круче оргазма, наверное, вот просто мы, ну вот, собственно, наш эмоциональный профи, то, что нас мотивирует, и, в общем, мы готовы дальше там вкладываться и вкладывать, вот, так что такие, могу озвучить парочку таких часто задаваемых вообще вопросов, такие, которые, собственно, обычно возникает после, там, рассказа о нас, вот, сразу, да, собственно, первый вопрос, это вот, а как вы вообще, ребят, в чем вы вообще специалисты, вот, непонятно, то есть вы вроде как... Да, 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 крутится такой вопрос. И вроде как, да, логотипчик можете нарисовать, что-то непонятно, как так вообще было. этого целостного пользовательского опыта. Ой, Паша, ты завис. Да, 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 я тут. И, безусловно, за нашими ключами большая команда, с которой, как бы, каждый человек специалист в своей области, там, в дизайне интерьера, в дизайне, там, интерфейсов. Но, вот этим целостным управлением и правильным точечным масштабированием этих смыслов, вот, как бы, мы занимаемся в ядре и занимаемся это очень, очень скурпулезно, очень ювелирно этим занимаемся. Вот. И второй такой вопрос, тоже распространенный. Как вы можете делать, в общем-то, проекты такие, в общем, какой-то реализовывать проект, которым вы никогда не занимались? Вот. Это вот, знаешь, на недельку назад мне прилетел из Китая запрос такой интересный от крупного криптовалютного проекта. Вот не буду назвать название. И, значит, был там такой вопрос именно. Тайша, ну, как вы собираетесь делать нам что-либо? Вы же вообще никогда с криптовалютой не имели дел. Это прям мое любимое. Я прям всегда, ну, погнали. В общем, сейчас все расскажу. Вот. Мы как бы свой подход, скажем так, называем научный подход, такой научный метод, который позволяет нам очень быстро аккумулировать знания в индустрии какой-либо, и достаточно интересно их интерпретировать, находить решения, которые будут на порядок лучше существующих аналогов. Вот. Поэтому обычно какие-то, то есть начинается вот с какой-то такой фазы объемной, потом это все отрезается лишнее, какие-то генерируются гипотезы, которые действительно будут учитывать и краткосрочные, и долгосрочные цели. Ну, и в принципе, честно говоря, ни один клиент, который еще пришел, сказал, вы ни хера об этом не знаете, но я вам доверюсь, и все, посмотрим, что из этого выйдет, вот, не ушел, не сказав, что, типа, не, вы как бы, как я думал, так ничего и не понял. Вот. Мы, кстати, так недавно, знаешь, запускали проект, две недели назад он запустился, с 1С, с 1С. Если ты понимаешь, ну, сталкивался с 1С, просто какой-то просто объем этих пакетов, услуг, каких-то там разветвлений, вот эта продуктовая матрица просто эпического масштаба, и мы в ней прям разбирались, погружались, ее составляли, писали формулы, как это должно считаться на сайте, в общем, это была просто очень большая проделана работа в этом направлении, и, собственно, мы это сделали, мы это сделали, вот, и запустили, так что, в принципе, мы умеем в этом разбираться. Вот, это если, скажем, коротко, не коротко о нас, знаешь, женщины коротко не умеют, Паша, извини. Да, нет, все нормально. Слушай, у меня очень много, пока ты говорила, возникло уточняющих вопросов, я надеюсь, они не будут какими-то непонятными. допустим, допустим, я, насколько знаю, вы изначально начинали больше с дизайна брендинга, и вот сейчас перешли больше вот то, что ты называешь целостный пользовательский опыт, и в частности, допустим, тут же Customer Journey Map, да, то, что сейчас активно используется, в моем понимании, больше маркетологами и UX, UI дизайнером. Здесь получается, что вы заходите в смежную с маркетингом какую-то зону. Ну, так же, как знаешь, есть какие-то там гроус-хакеры объявились неожиданно, да, и это, по сути, те же самые маркетологи, да, которые просто себя начали по-другому называть. И вот здесь интересно понять, грубо говоря, есть ли какая-то граница вашей деятельности, где вы говорите, вот, ребят, здесь закончилась наша работа, и начинается маркетинг, или вы готовы даже маркетинг брать иногда в свои руки и заниматься уже непосредственно каналами продвижения, где вот та граница, где заканчивается обычно ваша работа, или вы в целом открыты, там, к тому, чтобы брать более широкий какой-то функционал. Ты знаешь, как правило, все-таки наша граница заканчивается там, где начинается, скажем так, именно реализация уже такая точечная в каналах, да, каких-то, то есть мы можем, например, прописать маркетинг-стратегию, мы можем прописать какой-то там создать медиаплан, да, там на год, на три года, там на три года не релевантен, но на год, например. Ну, как правило, то есть, либо мы, у нас есть партнеры классные, которые именно занимаются реализацией, там все-таки чуть-чуть другая область, да, то есть тут, вот тут надо иметь чуть-чуть другой склад ума, да, чтобы это все вот масштабировать именно в каналах, распространять. но мы всегда предлагаем работать в связке, то есть мы как-то совместно планируем эти каналы, то есть кто-то занимается их реализацией, мы получаем фидбэк от рынка, да, от пользователей реальных, понимаем, где, что нам нужно улучшить, что нам нужно докрутить, и вот так итеративно мы двигаемся и идем к тем результатам, которые будут ну сто процентов просто удовлетворять все моменты, потому что в целом хоть мы, естественно, и делаем какие-то все-таки мы там, мы не изобретаем велосипед, используем какие-то лучшие практики, лучшие кейсы, да, и как-то их соединяем, интересно, но реальный все-таки реальный опыт, реальное взаимодействие, когда это все начинает как бы расти и развиваться, тут появляются свои нюансы, какие-то неудобства, какие-то нестыковки, и тут нужно это все докручивать, вот примерно так. Ну, то есть, грубо говоря, там, не знаю, есть какая-нибудь студия Артемия Лебедева, и, в принципе, вы примерно на одной поляне, да, с ними работаете, или все-таки тот комплекс студ, который вы оказываете, он у вас шире, вот здесь просто, чтобы даже мне самому интересно понять это? Ага, смотри, в целом Артемий Лебедев вообще топит исключительно за дизайн. Он, как правило, в принципе, говорит, мы делаем дорогой дизайн, дорого, что-то у него там быстро, а нет, дорого, долго, и что-то там еще. Вот, все-таки они какие-то, ну, скажем, делают это больше с точки зрения картинки, да, я почему не люблю в принципе, знаешь, слово дизайн иногда, и когда они говорят, вы же дизайнеры, я прям, ну, не знаю, у меня, наверное, это связано с каким-то негативным опытом вообще восприятия окружающих, окружающими этого слова, то есть у нас это все-таки как бы, как некая там картинка во многом, да, которую я и сам бы мог нарисовать за пять минут, в конце концов. И многие, скажем, агентства, в том числе агентства Артемия Лебедева, они, скажем, эту тенденцию, ее не оспаривают, вот эти смыслы, то есть они, да, пожалуйста, мы сделаем вам красивые картинки, да, мы сделаем, то есть это то, что все-таки в задачи брендинга только не в традиционном, а в новом смысле, да, что картинка составляет всего лишь пять процентов от успеха, да, а остальное, это все совсем другие вообще категории, которыми нужно. Вот, ну, некоторые, естественно, в основном все-таки западные, западные компании, западные агентства делают это так, как мы, и в том объеме, что мы, мы все-таки больше чуть-чуть, ну, как бы тяготеем в ту сторону, в общем, а наши еще в основном этим как бы редко занимаются все. Ну, то есть я правильно понимаю, что мне кажется, что часто очень UX, UI дизайнеры, они потихонечку переходят в продуктовую историю, то есть, грубо говоря, начинают не просто за картинку отвечать и user experience, но и смотреть на то, как продукт работает, и смотреть на те итерации, там, условно, customer development, которые происходят. То есть это вот больше история про то, что вы более продуктовые ребята становитесь, да, и уже непосредственно не на старте один раз рисуете, и потом закрываете контракт с клиентом, а что у вас есть какое-то последующее сопровождение, корректировки, и, ну, то есть, мне кажется, просто стартап, он как бы, он не перестает рисовать, там, до первых два года, наверное, то есть его надо постоянно же тестировать разные гипотезы и так далее. Абсолютно, то есть мы, как правило, за это и сами, я говорю, топим за это, что есть какой-то определенный разный стадий, на которых как бы есть вот что-то необходимо сейчас протестировать такой объем, дальше это следующее, и он наращивается, но дело в том, что если ты на ранних стадиях подключаешь там какие-то там дизайн-ценности, дизайн-принципы, да, ну вот, и начинаешь, то потом это как бы вот наслоение происходит очень естественно, и как бы, то есть такой, знаешь, гибрида носорог с бульдогом как бы не получается, вот оно все очень эффективно, плавно происходит, и именно так, да, работа и строится правильная, когда действительно наслоение очень происходит, в общем-то, правильно и постепенно, но действительно, понимаешь, скажем так, мы в какой-то момент просто столкнулись с моментом того, что без внедрения определенного, да, то есть без поддержания этого, все это не работает, то есть, либо работает очень плохо, да, безусловно, есть компании, которые, они сами такие дотошные, они следят за этим, они это контролируют, для них это важно очень, но, есть просто те, кто, в общем, конкретные люди на местах, которые, в принципе, интерпретируют, как хотят, и несколько все это, в общем-то, либо реализуют фрагментарно, либо вообще забивают, и что-то третье начинают делать, вот, поэтому мы, собственно, постепенно и подключили еще и такие, как бы, услуги, и вообще такой процессинг, как бы, включили в работу, и он, по крайней мере, имеет свою ценность, имеет свою, как бы, рабочесть, вот. Слушай, это очень интересно, потому что, ну, то есть, это же сейчас, наверное, модная штука из дизайна мышления, да, которая, из которого потихонечку вырастает и тот же моделирование бизнес-модели, и customer development, и очень много других штук, ну, это же growth hacking, по сути, это одна из разновидностей, наверное, как я понимаю, дизайн мышления, то есть, у меня здесь тоже до конца картинка не склеивается, если ты сможешь, может быть, если чуть-чуть методологически даже разъяснить, то, что я вот был, когда в Америке, мы были в Стэнфорде, в их дизайн мышления клубе, и пришел чувак, и на нем рассказывал про моделирование бизнес-модели, вот этот канвас, Астервальдера, и я задумался, при чем здесь дизайн, ну, то есть, как бы, пришел чувак рассказывать про инструмент стандартный, который я знаю, но при этом, вот, как бы, вот это в воздухе постоянно витает, что пользовательский интерфейс, вам нужно, как бы, понимать пользовательский опыт, можешь здесь как-то методологически чуть-чуть разъяснить мне и слушателям вообще, как ты сама это понимаешь, и как вы это используете? Да, да, смотри, ну, во-первых, гроус-хайкинг, да, он все-таки больше, как, ну, заточен на, скажем так, использование максимального числа каналов, и тестирование гипотез в максимальном числе разных каналов, это вообще может быть, вот, какого-то там управления отзывами, еще чего-то, в общем, там просто очень много разных, скажем, инструментов, и ты просто в итоге понимаешь, какой рабочий, потому что никогда не знаешь, какой, что для тебя именно сработает, вот, дизайн мышления, да, это больше про именно, про боли, то есть, это про нахождение этих болей, потребностей, и удовлетворение их, да, то есть, в принципе, дизайн, вот как, как он работает, при чем тут дизайн, то есть, он как базово ориентированный наконечного потребителя, да, он, скажем так, мало того, что он ему, скажем так, готовит эти ценностные предложения, которые будут актуальны для этого, для этих людей, актуальны, но также и воплощает их через реальный опыт взаимодействия, да, охватывая онлайн и оффлайн зачастую, то есть, это, безусловно, работа с удобством использования, с привлекательной эстетикой, и, ну, в общем-то, с, не знаю, там, ну, вот реально с болями, да, с закрытием этих болей, в каждой точке касания, и это, в конечном счете, помогает дифференцироваться компании, и, собственно, повысить удовлетворенность и лояльность аудитории, вот, как бы, дизайн прекрасно работает, вот, для продвижения бренда, для его развития, для стратегических задач, собственно, как-то так, но, да, получается, еще раз, что, есть боль потребителя, есть какой-то customer journey map, который дизайнер разрабатывает, и есть непосредственно уже внедрение этого и фидбэк, когда эта итерация замыкается, да, 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 именно так, вот, то есть, понимаешь, как это сказать, то есть, дизайнер просто на всех этапах, на всех этапах подключается к работе, вот, сейчас многие компании, у них есть отдельные, там, у них это может называться отделом инноваций, да, где работают дизайнеры, они участвуют в производственных процессах, они участвуют, то есть, ну как, улучшают, например, скорость производства, делают его проще, да, они как бы совершенно всегда в связке работают с финансовыми отделами и вот с прочими там отделами компаний, вот, и безусловно, здесь они, как правило, дизайнеры могут охватить очень много разных нюансов. Да, у меня есть хороший друг, в Сан-Франциско остался, он Pinterest дизайнер, и вообще он был до этого какое-то время даже продукт менеджером, потом снова вернулся в дизайн, и, а сейчас он начал программировать, то есть, как бы, уже, я вот как раз это вопрос, есть ли такая тенденция, поскольку сейчас же очень много вещей становится data-driven, и продукт аналитика становится более прозрачной, ее можно посчитать, и видишь ли ты эту тенденцию, что дизайну, дизайнерам нужно также разбираться и в аналитической части глубоко, чтобы знать метрики, уметь, может быть, даже самому сесть, написать код там, и через машинлерник что-то обработать, или пока в России, или, может быть, там на вашей практике, это не так заметно, и это больше прерогатива каких-то там десятимиллиардных компаний, в которых там балуются чем-то еще. Ну, ты знаешь, да, в России это пока что так слабо распространено, вот, но в целом, конечно, в перспективе, поскольку это, безусловно, наше, там, next step, наше ближайшее будущее, безусловно, нужно в это все, в это все погружаться, учиться, как бы, цифровывать эти процессы, учиться понимать все эти данные, уметь их анализировать, интерпретировать, и применять уже конкретно в своей работе, это безусловно так, вот, поэтому, что, собственно, понятное дело, как раз и будет как частью, это в любом случае, как часть этого, создания этой ценности, создания этого целостного пользовательского опыта, вот, здесь важно понимать, что, понимаешь, как бы этот вообще целостный опыт, целостный опыт, да, он, в принципе, равно бренд, то есть, если для компании, это, что такое, что для компании бренд? Это некая такая ценность, некая такая, ну, ценность, которую несет всем вовлеченным сторонам компании, да, это некая такая большая идея, которую компания, на базе которой компания формирует и формулирует свои продукты и услуги, а что такой бренд вообще для пользователя? Может, сейчас скажу, как бы, очень таким, неким штампом, но это так и есть, что бренд для пользователя это сумма впечатлений его от взаимодействия с данной компанией. То есть это его опыт взаимодействия. И здесь, наверное, важно заметить, что скажем так, бренд он как бы, это не что-то там, это не что-то такое большое, что-то такое недостижимое. Бренд, в принципе, есть вообще абсолютно у каждой компании участника рыночных отношений. Как, собственно, вот эта сумма вот этих впечатлений. И просто единственное, он может либо расти, либо падать в цене. То есть абсолютно. Сейчас мы знаем, что мы прекрасно можем даже посчитать стоимость бренда конкретного. И стоимость некоторых брендов даже, ты знаешь, их нематериальные активы превышают материальные. Да, конечно. Coca-Cola, Apple и прочие, там Microsoft, Disney. Поэтому здесь, конечно, важно понимать, что целостный пользовательский опыт это ваша капитализация, это ваш актив абсолютный, да. То есть это это, конечно же, лояльность. Сегодня привлечь там нового пользователя, это стоит, ну, стоит гораздо дороже, чем сохранить и создать эту эмоциональную связь уже с существующим. И, безусловно, дифференциация, да, потому что сегодня некогда, в общем-то, с ростом конкуренции, некогда такие популярные там товары и услуги перешли уже в разряд коммодици, то есть некой такой серой массы, все друг на друга похожи. И сегодня вот мы, в этой нашей экономике пользовательского опыта, мы можем выделиться исключительно за счет уникального такого, целостного опыта, который ты как бы создаешь вместе вот для потребителя своего, для своего клиента. Вот, поэтому важно, конечно, этим заниматься. Вот как у нас, например, мы приходим с тобой в магазин Apple, понимаешь, ну как, купить себе iPhone, у нас прекрасный, целостный пользовательский опыт, там и сервис определенный, вот как у тебя там Mac сломается, ты звонишь, там все вот прям совершенно как-то, в общем, интересно, целостно, инновационно, в общем-то, как-то уникально, уникально. Вот, поэтому это вар. Слушай, очень круто, очень интересная мысль про то, что бренд – это целостный опыт пользователя и его впечатления. Я, ну, понимаю важность опыта пользовательского, понимаю важность создавать вот эти на каждом этапе у него какие-то вау-эффекты, но вот про то, что это бренд, если честно, не задумывался, это очень интересно для меня, ну, инсайт нашего сегодняшнего разговора про то, что бренд, можно ему дать такое определение. Слушай, у меня последний вопрос на сегодня, и он такой уже, знаешь, практический, мне просто интересно твое мнение услышать, и это полезно точно для меня будет. Я вот создаю свой бренд, мы все, мы состоим с тобой в сообществе Хигай, очень скромно названная моей фамилией. как и наша компания, наши фамилии. Да, да. Мы с тобой в этом похожи, знаешь? Да, в своей скромности, да. И я вот задумываюсь над тем, то есть, мы постоянно думаем про пользовательский опыт, то есть, мне постоянно важно создать в каждой точке человеку вау-экспириенс, потому что на базе этого его анбординг сообщества происходит, на базе этого ценность создается. И я вот сейчас не до конца не понимаю, как мне связать это с брендом, что какой-то, кажется, я упускаю шаг в этой истории, то есть, мы постоянно работаем над пользовательским опытом, мы постоянно работаем над повышением качества услуг, которых мы оказываем, продумываем продукт-фичи, да, и я слышу, что люди говорят, да, да, слышал про тебя, Паш, слышал про твой бот, слышал про твои продукты, но мне кажется, что может быть поправь меня здесь, упуская ли я какую-то историю, связанную с каким-то целостным продвижением бренда, потому что пока у меня так ощущение, что мы немножко так погрязли в операционке и просто занимаемся рутиной и доработкой продукта, не задумываясь над тем, что же мы хотим сделать на уровне бренда. Вот, может быть, я не прав, может быть, я много просто чего делаю по сообществу сейчас, но хотелось твое мнение услышать, ну вот, то есть, насколько вообще стартапу, а я в данном случае стартап, нужно задумываться, заниматься брендингом вот на этом раннем этапе. Сори за такой, может быть, несколько хаотичный вопрос. Да нет, нормально, я, в принципе, я думаю, тебя поняла. Смотри, как бы, на самом деле, как можно раньше нужно этим заниматься в целом, да, потому что, скажем так, действительно, многие компании сосредоточены чрезмерно на операционной эффективности своей, да, то есть, они где-то реализуют фрагментарные какие-то части продукта, какие-то повторы у них, что-то там, в общем, и это, соответственно, скажем так, влияет на то, что они просто либо не привлекают клиентов, либо теряют их. И здесь, безусловно, важно, что, ну, как тебе сказать, то есть, если говорить про брендинг, да, то есть, самое минимальное, такой даже MVP, если мы говорим какой-то вот минимальный продукт ты запускаешь, то, безусловно, тебе нужно сначала как бы зафиксировать все смыслы, да, смыслы, все ценности, которые ты, в принципе, даешь аудитории. И дальше, хотя бы через какой-то небольшой инструментарий пока, да, которым ты, в общем-то, апеллируешь, транслировать эти ценности, да, то есть, и постоянно транслировать. Как это вообще считается, что чем дольше ты транслируешь одни и те же ценности, чем дольше, тем прочнее они закрепляются, тем больше растет твой бренд. То есть, если ты их как-то плохо транслируешь, или в принципе не транслируешь, либо мало транслируешь, как-то вот прям вот совсем рвано, то, ну, как бы человек в целом как бы не всегда может, либо они по-разному формулируют твою ценность от твоего стартапа, либо как-то в принципе не могут осознать ценность. Вот. А если вот люди, просто даже малая группа людей как-то одинаково формулируют то, что ты им несешь, то, что ты им даешь, и они прям это ярко ощущают во всем, как бы во всех твоих инструментах и твоих посылах, то, собственно, это будет только нарастать, только нарастать. Поэтому я бы тебе рекомендовала уже прям задумываться об этом как можно скорее. Ну, то есть, если я правильно тебя услышал, ты рекомендуешь делать работу по брендингу изначально, с момента запуска стартапа, и фокусироваться на том, чтобы фиксировать ценности и доносить их до потребителя последовательно, так, чтобы за счет этого росла стоимость бренда. Я правильно слышу? Да, да, абсолютно. В принципе, в принципе, я говорю, если, опять же, стадия просто именно тестирования некой гипотезы, да, то здесь, в принципе, дизайн не нужен. Вот он изначально не нужен. Лучше сделать не как бы не заморачиваться, не делать там, я не знаю, какие-то вензеля или что-то сложное. Сделать максимально просто и просто протестировать вот эту ценность. Если ты уже, понятно, переходишь на стадию, когда ты хочешь это масштабировать, ты знаешь, что гипотеза рабочая и пора уже вот там двигаться дальше и прямо основательно, то здесь уже, да, нужно подключать. То есть, зависит от того, какая стадия сейчас. Круто, круто. Спасибо тебе большое за совет. очень для меня ценно и я думаю, что мы как раз сейчас выходим на стадию, когда бренд набирает важность, потому что я думаю, что тема, в которую я залез, она сейчас на слуху и она в ближайшее время станет очень конкурентной. И я подозреваю, что только бренд сможет дифференцировать меня от аналогичных там клубов, продуктов и так далее. Может быть, сейчас не каждому очевидно, что это произойдет, но вот я потихонечку начал с инвесторами обсуждать эту тему, с кем будет делать продукт. И мне много людей говорят, что, слушай, ну, возможно, что сейчас наша тема попала в какую-то струю, но это не означает, что там ты самый умный, что я, как бы, что я там повезло. Это означает, что просто через какое-то время эта ниша будет также наполнена разными другими вполне качественными продуктами, которые отличаться будут в первую очередь за счет брендинга, ценности и идеологии. Да, 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 да. Тут важно вот это все. То есть, действительно, в принципе, последнее, вот если так отметить, да, просто вот на что, в конце концов, вот когда ты реализуешь какую-то часть, да, то есть, там, не знаю, скажем, сделаешь свой дизайн, вот как ты можешь понять, что он у тебя работает, да, вот если быстро по пунктам. То есть, сначала, как бы, важно проверить продажи, да, то есть, у нас как, деньги покупают, но эмоции продают. И это особенно, вот, и работать с точки зрения дизайна, вот эта эмоциональность, с точки зрения влияния покупки, да, безусловно. Вот, так, я не знаю, как Starbucks может заряжать X4 за свои, там, за свой кофе, в отличие от кафе дедушки Римуса, там, соседние, вот, то здесь это так и работает, да, то есть, первое, это влияние покупки, такое некое. Второе, это, конечно, именно нужно проверить инновации, насколько есть у тебя инновации в сервисах и услугах, да, то есть, насколько ты целостно создаешь их просто, вот, именно с точки зрения сервиса своего, вот. третье, это, конечно, проверить удовлетворенность, в конечном счете удовлетворенность твоей аудитории, даже если она небольшая, то есть, ну, какие у нас обычные методики, опросы, фокус-группы, там, какие-то этнографические исследования, если это для крупной какой-то аудитории, вот. Четвертое, это, безусловно, регистрировать некие патенты, дай бог, чтобы они были, эти патенты, то есть, мы знаем, что сейчас вот некоторые патенты, это, значит, чрезвычайно цены, как у Apple General Electric, да, и прочих компаний, и, безусловно, как бы важно, чтобы дизайн, в принципе, да, и какая-то вот эта вот, скажем, такая инновационная группа, вообще, какие-то инновации давали тебе возможность зарегистрировать свой собственный патент, да, вот. Пятое, это, конечно, важно проверять и улучшать удобство использования, в любом случае, если ты замечаешь, что у тебя там, условно, на сайте как-то жутко неудобно, там работает в момент покупки, подписки, я не знаю, чего-то, ты будешь терять пользователей, терять клиентов, это нужно быстро, четко отслеживать и устранять. И последнее, наверное, сейчас действительно там, с точки зрения, как бы, устойчивости компании, сейчас люди стали очень осознанными, очень, я не знаю, почему, зачастую, я от кого-то все время слышу, что у нас клиповое мышление, там еще что-то, мне кажется, как никогда стали все осознанными, читают, не знаю, состав продуктов, состав косметики, и вообще очень топят за, там, не знаю, мир во всем мире, за окружающую среду, и здесь, безусловно, важно какие-то подключать вещи, такие, как, скажем, там, охрана окружающей среды, там, не знаю, органическая упаковка, там, что ты за, там, не знаю, уменьшение выброса мусора, там, переживаешь за глобальное потепление, ну, какие-то моменты... Против расовой дискриминации. Вот, вот, Паша, да, это наше, наше, вот, поэтому, тут важны все вот эти моменты, обязательно проверять, учитывать, и, в общем, в комплексности с этим всем работать, и главное, делать правильные вещи, делать их правильно, сделать их вовремя, вот, поэтому это, наверное, такое основное, что нужно делать. Надо, надо капитализацией заниматься, слушай, реально, из списка 500, вот, S&P 500, да, недавно даже смотрела, то есть, если разделить на материальные и нематериальные активы компании, да, то 80% это нематериальная стоимость брендов и патентов, и всего 20% это производство, офисы, заводы, пароходы и так далее, то есть 80-20, 20-80, ну, то есть реально, насколько сегодня реально вот этот интеллектуальный капитал может стоить каких-то больших денег, поэтому давайте все будем, в общем, работать над этим. Вот, я на самом деле, наше сообщество прекрасное, вот, если кто нас посмотрит, пусть я буду рада вообще со всеми пообщаться, с чем-то поделиться, опытом, инсайтами, материалами, вот, поэтому пусть, если что, пишут мне. Да, круто, мы это видео выложим в Instagram TV, и обязательно отметим тебя, твой профиль, и более того, я думаю, что, если у ребят будет запрос, то мы думаем с тобой о каком-то полноценном вебинаре, возможно, на тему дизайн-мышления, поэтому ребята, кто нас слушает, если у вас есть какой-то запрос, интересно было бы про что-то детальней, услышать Айшу, пишите в комментариях, и, я думаю, мы через недельку, через две что-нибудь подготовим, да? Да, и, кстати, если что, есть очень хорошая, классная тема, которую можно было бы рассказать, если интересно, про DMVB бренды, да, это такие новые поколения брендов, можно сказать, Digital Integrated Vertical Brands, которые реально растут в разы и в разы быстрее, чем все компании топовые, они, и у них там есть свои закономерности, мы их прям разложили, мы поняли, за счет чего они работают, то есть, какие, что они используют, как они так массово, так привлекают аудиторию, в общем, на что они делают упор, там просто совсем другая модель, и у нас есть куча разных примеров, и вот прям, ну, в общем, это очень интересная тема, мне кажется, для нас, современного сообщества, это будет как раз интересно. Там Никита спрашивает, будут ли, вообще, в целом, хочется отдельно поблагодарить Никиту, нашего самого верного, моих прямых эфиров, да, Никит, если у тебя будут вопросы кайше, я с удовольствием тебя с ней познакомлю, а по поводу вебинара, я думаю, да, он, а, вы уже знакомы, ну, это же Никита, он всех ознакомит, в общем, давай будем оставаться на связи, и если мы будем проводить вебинар, то обязательно, я думаю, он будет интерактивный, да, возможность поспрашивать, поздавать вопросы тебе. Пашульчик, спасибо.